Друзья, вот и закончился этот отличный, не побоюсь сказать этого слова, год, и мы хотим подвести итоги индустрии фото и видео в разных категориях, наградить лучшие продукты, которые нам больше всего понравились, больше всего запомнились, и отдать им наш ежегодный кадр Эвертс. И давайте не будем долго тянуть и сразу перейдем к первой категории, это у нас камера начального уровня, среди претендентов в этой категории у нас камеры Canon M200, Canon 250D, Sony A6100 и Fujifilm X-A7. И какую же мы выбрали, Ваня? И мы выбрали, напишите, как вы думаете, что в комментариях, а не успеете, потому что я сейчас скажу, это Sony A6100. Это отличный вариант, если вы подыскиваете себе первую камеру. В Sony A6100 установлена отличная система автофокуса по лицам, как для фото, так и для видео. Это позволит вам забыть про фокусировку и сосредоточиться на процессе съемки и на композиции. При даче вы получаете отличное качество фотографии, возможность записывать видео в 4К при 30 кадрах в секунду и Slow-Mo Full HD при 120 FPS. При этом камера достаточно компактная, чтобы всегда брать ее с собой. Но, несмотря на то, что мы отнесли эту камеру в категорию начального уровня, это не значит, что со временем она начнет вас ограничивать по своей функциональности. Даже с ней вы сможете выполнять какие-то профессиональные задачи. И следующая категория у нас самая обширная. Это камеры среднего уровня. Среди претендентов это Fuji X-T30, Olympus IM5 Mark III, Panasonic G90, Canon RP, Canon M6 Mark II, Sony A6400, Sony A6600 и Nikon Z50. И победителем в этой номинации, как ты думаешь, Ваня, кто оказывается? Даже не могу предположить. Барабанная дробь. Кто же, кто же, кто же? Это снова Sony A6400. А все потому, что эта камера умеет делать буквально все очень круто. Очень детализированные фотографии практически в любых условиях. Очень детализированные 4К-видео в любых условиях. Нереальный реал-тайм трекинг автофокус, который прыгает между наводкой по зоне лицу и глазам. Поворотный дисплей, неплохой видоискатель, хорошая автономность, не перегревается при длительной съемке и настраивается в меню что угодно. Одно лишь отсутствие матричного стаба немного портит картину, но в этом ценовом сегменте среди APS-C камер его нет ни у кого. Переходим к следующей категории, это камеры для съемки влогов. Что под этим подразумевается? Это камеры, которые идеально подходят, чтобы снимать себя. То есть влоги не такие, как мы сейчас сидим и пишем камеры на штативчике, а именно когда вы выходите аутдор, снимаете что-то, показываете людям, в общем что-то типа тревела. Среди претендентов этой категории у нас Sony A6400, Sony A6600, Canon M6 Mark II, Fujifilm X30 и Nikon Z50. И может быть в этой категории победит Nikon? Нет, не угадал, опять Sony A6600. Эта камера просто идеально подходит для съемки влогов. И сейчас объясню почему. Загибайте пальцы. В A6600 отличнейший автофокус с распознаванием лиц и глаз. Это первое, на что нужно обращать внимание при выборе камеры для съемки влогов. Здесь есть поворотный экран, то есть вы сможете видеть себя, когда снимаете и правильно выбирать композицию. Когда снимаешь влоги, важна стабилизация. В этой камере она матричная. Добавляем сюда еще объектив с оптической стабилизацией и получаем максимально плавную картинку. Также в камере установлена увеличенная батарейка от полнокадровых камер Sony. Это значит, что вы сможете снимать больше времени и не думать о зарядке фотоаппарата. Но если она все-таки вам понадобится, то A6600 можно заряжать от Powerbank, что очень полезно в дороге. Добавляем сюда еще и вход для микрофона и наушников, съемку 4K в S-Vlog, Slow-Mo 120 FPS и получаем идеальную камеру для влогов. Мы знаем, что вы любите снимать видео, поэтому следующая категория это камера для съемки видео. И среди претендентов у нас вот такие вот модельки. Это Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K, Panasonic S1H, Sony A7R4, Sony A6600 и Fuji XT30. Ну и неужели опять Sony победит? А вот и нет, на этот раз Panasonic S1H. Это просто полнокадровый монстр для съемки видео. С фулл-фрейм матрицы камера отдает 6K видео, есть эффективная матричная стабилизация, V-Log с огромным динамическим диапазоном, 4K60 в 10B422, очень крутые видоискатели и дисплей, а также в ближайшем будущем появится поддержка вывода RAW видео на рекордер Atomos. Blackmagic 6K, прости, но S1H тупо космос. В этом году было выпущено очень много крутых объективов, поэтому следующая номинация у нас Fix Objective года. И среди претендентов следующие модели. Canon RF 85mm f1.2, Nikon Z58 f095, Sony 135 f1.8 GM, Panasonic S-Pro 50mm f1.4 и Sigma 35mm f1.2 Art. И победителем в этой категории становится, ни Sony не переживайте, это Canon RF 85mm f1.2. Этот объектив, можно сказать, уникальный в своем роде. Да, у Canon есть аналогичная линза под зеркальную систему, но у нее уже устаревшая оптическая схема и ужасно медленный автофокус. Здесь же вы получаете очень быстрое, очень резкое стекло без оптических дефектов, как у старой оптики. И следующая категория это Zoom объектив года. И среди претендентов оказались Nikon Z2470 f2.8, Panasonic Leica 1025 f1.7, Panasonic S-Pro 2470 f2.8, Canon RF 70-200 f2.8 IS, Sigma 2470 f2.8 Art и Sony 1655 f2.8G. И победителем в этой категории становится снова Canon RF 70-200 f2.8 IS. Я давно снимаю на объективы 70-200 f2.8 разных производителей, и за годы ничего не менялось. Они были одинаково большими и тяжелыми. Но этот объектив от Canon действительно очень технологичный. Складная конструкция позволила значительно уменьшить размеры в сложном состоянии и уменьшить вес почти на 50%. А качество картинки по детализации и отсутствию оптических дефектов соответствует всем последним трендам. А следующая категория будет интересна всем, даже если вы не фотограф, потому что это камерафон года. А как мы знаем, телефонами пользуются все. Среди претендентов в этой категории у нас Huawei Mate 30 Pro, iPhone 11 Pro Max, Google Pixel 4XL и Samsung Note 10+. Ну хоть здесь Sony точно ничего не выиграет, победителем в этой категории становится... iPhone! Huawei Mate 30 Pro. Да, мы в курсе, что в Mate 30 Pro нельзя установить Google сервисы. Но мы сейчас выбираем не в целом лучший смартфон для пользователя, а именно телефон с лучшей камерой. В Huawei Mate 30 Pro установлено целых 4 камеры. Основная такая же крутая, как и в P30 Pro. Учитывая физический размер матрицы и светосилу 1.6, это по-прежнему одна из лучших камер на рынке, которая снимает очень хорошо как днем, так и ночью. Но основная особенность Mate 30 Pro во второй широкоугольной камере. По размеру она даже больше основной. А это значит, что ширик ночью будет снимать круче любого другого смартфона. Ведь даже у последнего айфона ширик чисто для галочки и снимает хорошо только в идеальных условиях. А в пикселе ширика вообще нет. При этом в широкоугольной камере Mate 30 Pro есть автофокус, что позволит снимать на любом расстоянии, даже макро. Телевик сделали трехкратным, а не десятикратным, как в P30 Pro. И это даже лучше, потому что с десятикратным вам приходилось далеко отходить, чтобы вместить в кадр объект съемки. Но если вам все-таки нужно будет больше приближения, то можно использовать гибридный зум. Ну и четвертая камера в Mate отвечает за определение глубины резкости, что позволяет более качественно размывать задний план. И следующая категория у нас это инновация года. Это продукты, которые чем-то выделяются среди всех остальных на рынке. Среди претендентов у нас Fujifilm GFX 100, Panasonic 1025 f1.7 и Canon RF 7200 f2.8 IS. И победителем в этой номинации у нас становится Fujifilm GFX 100. Она просто порвала все шаблоны про среднеформатные камеры. Обычно они неповоротливые и не умеют в видео. GFX 100 может снимать не только 100-мегапиксельные фотографии, но и делает это с быстрым фазовым, а не контрастным автофокусом, поддерживает эффективную матричную стабилизацию, записывает DCI 4K видео в 10-bit 422, защищена от плохих погодных условий и у нее даже дисплей поворотный. Очень дорогая камера, но такова цена инноваций. Вот и подошло время для нашей самой престижной награды. Это камера годы 2019. Среди претендентов будут такие модели. Fujifilm GFX 100, Sony A7R IV, Olympus OM-D E-M1X, Panasonic S1R и Sony Alpha 9 Mark II. И победителем в этой последней, самой главной номинации у нас становится Sony A7R IV. Эта камера вобрала в себя все наработки Sony за последние лет пять. Огромное разрешение с запасом на очень далекое будущее, с широченным динамическим диапазоном, очень хорошие возможности видео с качественным 4К, отличным slow motion, логом, матричным стабом, хорошей автономностью, топовым автофокусом на рынке, как для фото, так и видео, обновленным корпусом с удобным управлением и настраиваемостью всего. A7R IV умеет гораздо больше, чем нужно кому угодно. Поэтому это топ этого года. Друзья, как вы заметили, у нас много категорий в этом году выиграла компания Sony. Мы сами были в шоке, честно. Они нам ничего не платили, это не занесли, это чисто нашим любимым. Честно говоря, мы пытались даже в некоторых категориях как-то вот именно так уменуть, чтобы кого-то другого. Посмотреть, выбрать какие-то другие продукты, но если вы в целом посмотрите на весь рынок и на те продукты, которые были выпущены именно в этом году, то увидите, что в целом было выпущено не так много камер. Из этих всех камер еще и не все были такими прям каким-то запоминающимися и интересными. И на их фоне камеры Sony выглядят очень и очень ярко. Поэтому Sony молодцы, а остальным производителям нужно затянуть пояса и поднажать. Особенно с учетом того, что в следующем году у нас будет фотокина, ее уже не было полтора года. Я думаю, что в преддверии выставки и на ней самой мы увидим много классных и запоминающихся новинок. Поэтому дерзайте. А еще будет Олимпиада в Токио. В преддверии этой Олимпиады обычно тоже фотопроизводители делают какие-то свои суперпрофессиональные камеры. Очень ждем. Ребят, спасибо вам, что были с нами этот год, что смотрели нас, ставили лайки, писали комментарии, как хорошие, так и плохие. Мы, конечно же, все читаем. И любая критика полезна. И мы ее учитываем. Конечно же, всегда прислушиваемся к вам. И становимся лучше. И отдельное спасибо я бы хотел сказать нашим партнерам и рекламодателям, которые поддерживали нас весь этот год. Ведь без них этого всего не было бы. На голом энтузиазме, скажем так, все это невозможно. Ну и, конечно же, мы поздравляем вас с наступающим. Желаем, чтобы в новом году у вас было большое количество новых путешествий, чтобы вы могли взять в них свою камеру и наделать кучу классных фоток. И еще желаем, чтобы в новом году вы научились делать фотографии еще лучше, а видео еще краше. И чтобы вас окружали самые лучшие люди в мире. Вот так вот. Мы тоже вас будем, надеюсь, окружать, потому что вы будете продолжать смотреть этот канал. Друзья, всех с новым годом. Не напивайтесь. Мы постараемся тоже. Пока. С наступающим.